Еврозона Польша запрещает въезд, присоединилась к бойкотам Балтийских стран, Финляндии. На машинах, если есть российские номера, машины больше не имеют права пересекать границу с Польшей. Козни, козни, абсолютно козни строят. На европейских номерах можно, и у меня нет ответа, зачем они это делают. Прибыли никакой от этого не будет, дополнительное отторжение есть и так, но куда уж больше. Самолеты не летают, остатки каких-то людей, у которых действительно там не зеваки. Как правило, это люди, родственники, те, кто живут в Европе, с видом на жительство. И оказывается, это больше не будет играть роли, даже если вид на жительство в Европе без ограничений. Если человек даже гражданин европейской страны, на российской машине пересекать польскую границу нельзя. Ну вот вы, например, вообще не сможете на автомобиле поехать. На российских номерах нет. Да. На российских номерах нет, все, точка. Ну, через Норвегию можно все попробовать. Рискнуть. Ну да, и разговор идет еще и о конфискации тех автомобилей, которые на территории Евросоюза находятся. Разговор усиленный. Значит, смотрите, дорогие радиослушатели, у меня заготовка другая, по другой должен идти, просто я вот реагирую на эту смс-ку. У меня заготовки на сегодня хватает, о чем говорить. Ну, это важный момент. Вот представьте себе, действительно, систему протокольную, в котором где-то кто-то что-то придумал, а дальше спускается вниз. Ну, вот операция перехвата. Ну, известно, например, в направлении государственной границы двигается москвич. Помните бриллиантовую руку? А теперь представьте себе то же самое. Каждая полицейская машина в Европе, которая контролирует автобаны, которая в засадах сидит с фонарем, как во всем мире, в нарушителей скоростного режима пробует поймать. Теперь у них установка вглядываться в машины, в номера, если там российский флажок, и в случае чего машину на штрафплощадку, то есть эвакуация и конфискация. Об этом думают. То есть это будет установка для полицейских. Это значит, что будет охота. Это будет охота. И все равно, кто сидит за рулем, надо конфисковать. Настаиваю на этой терминологии время конченых. Я не вижу прибыли Евросоюза. Я вижу родство. Еврозонов, время конченых. Время конченых. Простите, дорогие радиослушатели, но, знаете, эпитеты, других слов нет. Логика, когда нарушаются определенные нормативы. И давайте по-честному. Ну, давайте открыто. Давайте подлавливать кабели от БМВ, ступицы от Даймлера, которые идут параллельным полностью путем через некоторые страны СНГ. И будут идти. И через Турцию будут идти. И Иран, например, так научился жить в санкционном режиме. У них настолько замечательный параллельный экспорт идет и импорт. И многие такие, знаете, думают, вау, это итальянский кран, супер дизайн. Сделано в Иране. Вывезено корабом. Не скажу каким. Потом попадает в Италию, упаковывается в коробочку. И подходит итальянец и мейт хант арбайт, знаете, сделано руками. Берет такое специальное, как зубило с молотком. И только так, ба-бах, и клеймо появляется. Сделано в Италии. Ручная работа. Ага, ручная работа. И прибыль-то, прибыль, которую действительно можно было бы купировать. Ну, давайте по-честному говорить. Вот этот вот параллельный импорт, параллельный экспорт, он существует. Он существует, покупают откровенно сжиженный российский газ. Черно по белому в таможенных документах Евросоюза существуют закупки сжиженного российского газа. И здесь никто не говорит о том, что будем отлавливать. И попробуйте только, посмейте отлавливать суда. Это будет казус пели под российским флагом. Попробуйте в нейтральных водах задержать пару раз. Я посмотрю, что произойдет. А они берут, понимаете, такую мелочь маленькую. Найти человека, это унизительно. И мы будем думать. Мы уже запретили въезд на машину, теперь мы будем думать о конфискации. Мы будем думать. И я говорю честно, дорогие соотечественники, у кого российские номера, и вы сейчас в Европе. Бегите оттуда, если есть такая возможность. Очень просто. Паромом нужно добраться до страны, которая не Евросоюз. Иначе будет тяжело. То есть, если вы доберетесь до Сербии, там как-то транзитом в грузовик загрузите. Если всплывет, машину могут конфисковать. Это может произойти вот в рабочем режиме, завтра, послезавтра. У меня нет никаких гарантий, эти разговоры пошли. И вот эта охота. Теперь что, вертолеты будут летать, программы компьютерные будут иметь установку, чтобы сканировать. Полицейские будут смотреть на номера. Им же покажут, им же нужно прогуглить. Ну, я имею в виду через поисковую систему сейчас найти, как выглядят российские номера. Это же рассылка целая произойдет. Это же вот вся вертикаль бюрократическая, она должна сработать. И, дорогие, кстати, отчестники, те, у кого нет возможности выехать, снимайте номера, ныкайтесь. Вот в прямом смысле слова. Ныкайтесь, прячьтесь в подземных гаражах еще где-то. Время конченных. И да, это для меня полная ариизация. Когда заявляют о том, что разницы нету, кто за рулем, гражданин какой страны, главное, чтобы имущество было не российское, регистрация не в России, когда для грузовиков запретили, борьба грузовиков, помните, образовалось место, и как теперь там грузы перекидывать, научились жить. Научимся и с этим жить, конечно. Научимся с этим жить. Но на будущее, покажите мне, назовите мне человека. Это кто? Кочинский это придумал? Нет. Кто этот приказ подписал, там непосредственно есть ответственный. И когда кто-то придумывал, мы даже не знаем, кто автор этих законопроектов, кто автор этих вот этих санкций. Мы не знаем этих людей. Но тот, кто дает распоряжение в каждой европейской стране, вы знаете, мне не хватает консолидации людей, которые сидят и тупят в интернете. Мне кажется, что нужно как-то организовываться уже и тоже запускать, знаете, такой глобальный гражданский проект, общественный, в котором можно друг другу перекидывать. Я дорыл до такой фирмы, я дорыл в биографии до такого-то места. Давайте как-то объединяться. Потому что мелочно кажется вот эта конфискация машины, а на самом деле ничего это не мелочно. Ну, кто же скажет, что мелочно... А реализация? Да, да, я не скажу. Ну, это, в общем, машина для любого современного человека. Это, ну, его, грубо говоря, вторые ноги, да? Это средства передвижения, это вся жизнь проходит в машине. Ну, у меня в машине, вот я часто, я честно скажу по себе, я в машине еду, у меня машина как бюро. Я совершаю огромное количество телефонных звонков, принимаю, совершаю, разговариваю, останавливаюсь, что-то пишу. То есть перемещаешься из точки А в точку Б, и ты, действительно, я думаю, многие так автолюбители. Для многих автомобиль это как второй дом или в офис. Это собственность, это собственность, моя собственность. Я заработал деньги, я купил. Я, может, выплачиваю еще кредит. Вы же не шариковую ручку изъяли. Они и шариковую ручку хотят изымать, вы понимаете, Евгений? Да, и шампунем, да, и крем для бритья. Ага, и золотые коронки. Ну, вот смотрите еще, Владимир, это же Еврокомиссия, получается, сказала ФАС, когда разъяснила вот эти все принятые все законы. Кто видел видео, вот этот человек, который от имени Еврокомиссии разъяснял, у меня ощущение было, вот если звук выключить и попробовать считать его физиогномику, он сам толком не понимал, что он говорит. Он должен это говорить, но он сам толком не понимал. Задашь пару наводячих вопросов, он поплывет. Знаете, как к доске вызывают ученика, а он не знает, но что-то говорит. И учитель задает пару вопросов, понимает, он темы не знает. Вот это то же самое. Вышел какой-то ученик, которого научили очень плохо, но факт сработало. И попрание элементарных, базовых основ прав человека, это то, чем занимается сегодня Европа. Время конченных. И прям, знаете, так вот, можно, я не знаю, на карту нанести, место конченных там, и в путеводителей там не писать Еврокомиссия, а написать комиссию оконченных. Мне не вкладывается в голову, эти люди пробовали буквально некоторое время назад обучать в том числе и граждан России с еще чувством превосходства о каких-то правах человека, там что-то не рассуждать. Я сегодня, кстати, почитал, репортеры без границ совсем дно пробили. То есть там рассуждают о том, где в мире тяжело репортерам, где аресты журналистов, блогеров, где вот контролируются все эти вещи. И там, я прочитал, там, чудовищное состояние с репортерами там во Вьетнаме. Вот я читаю и думаю, когда же я увижу. Вот я очень хорошо знаю, как работает сегодня немецкая пропаганда, немецкая пресса, немецкий мейнстрим. Я думаю, уже многие услышали, у нас дискуссия достаточно серьезная сейчас идет по поводу диктора, не диктора, а журналиста немецкого телевидения, который произнес фразу «Унтерменш» по отношению к донбасским людям, к бончанам. И вот, ну, вырвалась как-то там. Или она два слова сговорила. Да мне все равно. У нее это случайно. Как на русский переводится? «Унтерменш» — это недочеловек. Это нацистское слово. И она это произнесла. Она с Алиной Лип разговаривала. Притом там фильм об Алине Лип. Конечно же, фильм отрицательный, как работает российская кремлевская пропаганда. Я считаю, что Алина Лип, она больше документалистка. Она документалистка, она лайф-репортажи ведет. В разнице нет ее личное мнение. Какое у нее мнение о чем-то? Она включила камеру и записала. Она показывает то, что она видит. Это документальный жанр. И вот ее личное мнение. Вот знаете, вот у меня есть мое личное мнение. Я иногда его высказываю. Но если я говорю, что в Праге произошла многотысячная демонстрация, в которой призывают к тому, чтобы остановить поставки оружия Украине, и чтобы правительство срочно ушло в отставку. Произошло. Да. Полиция говорит 4 тысячи, организаторы говорят 4 тысячи, 10 тысяч. 4 тысячи полиция, 10 тысяч организаторы. Это реально произошло. Какая разница в этой информации, мое личное мнение. Это информация, это документалистика, это жанр репортажа, это информационная объективка. И Алина там лип, ее там же сильно достаточно травят в Германии с точки зрения того, что она пропагандистка. И вот на нее вышло телевидение, и она разговаривала с телевидением. Там трехсерьезный фильм, такой серьезный. Это CDF, это второй канал. В кавычки беру, прям руками показываю. В кавычки общественное, не государственное. Это общественное телевидение. Общественное, потому что каждое домохозяйство обязано платить определенную сумму каждый месяц. Смотришь или не смотришь телевизор, ты обязан платить. У тебя нет телевизора дома, ты обязан платить. И с этих денег коррупционные скандалы существуют. И там вся политика такая, вроде как она общественная, потому что на общественных деньгах нет государственного присутствия. Ага, мейнстрим полнейший. Ну, разницы нет. Вот есть журналистка, которая вообще, она политолог. У нее серьезные репортажи. Я ее пробовал изучить тут с точки зрения все, что она писала. Она разбирается в политике. И разговаривая с Алиной Лип, она произнесла флазу, типа, ну там же убивают этих хунтерменш. Я такой, ух ты. И мне разницы нет. Оговорилась, смешала два слова. Я не ее адвокат, в конце концов. Я нормальный человек, я услышал. Она назвала определенную группу лиц, проживающих на территории Донбасса. Разговор идет об их уничтожении. И она в разговоре, пробуя выяснить позицию и что там происходит, она пробовала разобраться в ситуации. Реально, как журналист, пробовала разобраться. Но при этом она этих людей назвала унтерменш. Нацистское выражение на недочеловека. И я что, должен сейчас придумать, почему она это рассказала? Я нет. Я хочу, чтобы она ответила либо перед криминальной полицией за разжигание розни, либо публично объяснила, что это было такое. Ну они там хитро там объясняются. Я все понимаю. Но я хочу вернуться к вот этому первому смс насчет машин. Вы понимаете, а реализация происходила. Это же чудовищная вещь, как она происходила. Там все время придумывали новые законы. Новые законы, новые предписания. И дальше включалась система. Судьи, которые были в тот момент на территории нацистской Германии, они действовали по закону. Их осудить нельзя было. То есть, если человек абсолютно, ну скажем, должен был испытывать какое-то моральное чувство, он должен был прекратить свою деятельность. То есть, все должны были подстать в оставку. На самом деле, существовали четкие протоколы. Я работал в архиве и имел доступ к документам, решениям судов, на которых стояла вот свастика времена нацизма в Германии, где объясняли, на основании какого параграфа там отбирают недвижимость. У семьи там Циммербрук. И архивных документах все решения суда, их еще иногда опротестовывали. Суд следующей инстанции решал, да нет, у нас же все по закону правильно. Просто закон такой. Так вот, по закону правильно конфисковать машину, не пустить ее. Закон же такой. И мелкий чиновник просто выполняет этот закон. А авторы этих законопроектов, законов, они их называют санкциями. Извините, но они занимаются неоареизацией. Я никогда не произносил этого слова, но это неоареизация. И если арийцы, это была определенная группа, которая четко описывалась, как они должны были выглядеть. Это не только в 17 мгновениях весны подбирали актеров, которые должны были выглядеть специфически, играя нацистов. Арийцы, это высшая раса, это было создано. А теперь высшая раса, это не ария, это не те, кто говорят по-немецки, не те, у кого светлые волосы, голубые глаза. Нет. Теперь это абсолютно новое, осмысленное существование европейца, у которого высокая мораль. И в этой высокой морали, теперь я смотрю, вот я беру вот это понятие ариизация, просто вычеркиваю его и пишу европейизация. Мы уже говорили об украинизации, мы говорили об европейизации. Но именно так начиналась ариизация, то, что вошло раз и навсегда в историю страшнейшим пятном для всего человечества. И именно так начиналось. Первые законы, они такие были, чуть-чуть кого-то как-то отодвигали в правах, ограничивали по одному признаку. А теперь новый признак. Ариизация, нео-арриизация, это целый клан европейских чиновников, которые этим занимаются. Это не один человек, не два. Это система. Но при этом, Владимир, права геев, лесбиянок, трансов, прочих уродов, извращенцев, они первичны, они соблюдаются, они отстаиваются, а права русского человека, они их нет. Ну, это не до человека. Я слово уроды вычеркиваю, Евгений, в вашей фразе, потому что нужно тогда как бы объяснить, что такое уроды, в каком смысле уроды. Вот, да, действительно, они придумали новый мир, в котором права одних увеличиваются, очень сильно насаживаются. Между прочим, прошли в некоторых странах марши семьи, в которых объясняют, что если девочка родилась девочкой, она имеет право расти девочкой. Вот по лбу себя сейчас стучу, прям, ну, дебилизм какой-то. Ну, как так можно? Оговаривать теперь это приходится. Для нас это нормальность нашего существования, а у них нужно оговорить это. Вот девочка имеет право быть девочкой. Поэтому мы должны ее защитить от того, чтобы ей не предложили стать как-то там мальчиком. Не пришел какой-нибудь, в данном случае, Евгений, слово урод, который не разбирается ни в медицине, ни в гормональности, ни в том, какие последствия имеют применение гормональных аппаратов, которые навязывают подросткам. И когда говорят о том, что ТикТока штрафовали на безумную сумму за то, что там имели дети до 13 лет свои аккаунты в ТикТоке, там сумма 350 миллионов евро штраф ТикТоку. И сумасшедшие деньги. И так, если посмотреть, ТикТок должен, чтобы его не штрафовали, четко контролировать, что детям должно быть больше 13 лет, тогда они имеют право создать свой аккаунт в социальной сети. Пусть они там разбираются с ТикТоком, вот такие жесткие нормативы. А с точки зрения, что какой-то урод может прийти и начать агитировать, применять гормональные аппараты ребенку, который еще неизвестно, какое искажение будет через 5-10 лет, я сейчас не о психике, я сейчас чисто о физиологии. Когда гормонами пичкают, а потому что это модно, потому что хочется, потому что что-то вбили. Дайте ограничения. Пусть эти уроды, я сейчас серьезно говорю, пусть эти уроды разговаривают с теми, ну, кому состоялось, кто уже психически стабилен, у кого уже здоровье окрепшее. И там делайте, что хотите, экспериментируйте. Человек сам решает, когда он начинает курить. У нас же есть ограничения по сигаретам, нельзя продавать, у нас есть ограничения по алкоголю, нельзя продавать до такого возраста. Вот ограничение должно быть, чтобы уроды перестали пичкать детей гормонами. Но я сейчас о другом. Евгений, вы вот перекинули тему насчет того, что они тех поддерживают. Давайте вернемся к нашим. Смотрите, вот это неоареизация, это слово, действительно, я первый раз употребил сегодня. Только арийцы, это что-то другое, это что-то иное. Это современные европейцы, которые и дальше перечню, что вы сказали, что они как раз поддерживают эти права, эти направления. Там есть ограничения. Вот на русских номерах нельзя. Эти неоарейцы решили устроить коридор позора позавчера Нетрепко. Поставили там карикатуры, плакаты, кричали, скандировали. И шла публика, которая шла на концерт Макбет, где Нетрепко будет петь. И люди, которые слушают оперу, вы знаете, это не те люди, которые обливаются кетчупом и кричат «Слава Украине!». Это абсолютно разные категории, это абсолютно разные социальные слои. Я в жизни был пару раз в опере, не могу сказать, что я в восторге, но не мое. Десять секунд. Хотя есть образование, а вот напротив стояли реально неоарейцы. Если все-таки возвращаться к первому самому вопросу, от чего вы оттолкнулись по поводу запрета въезда автотранспорта с российскими номерами в страны Евросоюза, как можно противодействовать этому у нас политики говорят, что мы не будем подобляться, не будем... Мне кажется, здесь выход один, просто нужно ввести запрет на езду любого транспорта с европейскими номерами на территорию Украины. Евгений, вот смотрите, я сейчас в новостях тоже в ленте, если набрать «Ойген Шмидт», «Ойген» — это по-русски имя «Евгений». Ну, пишется так, «Еугений», читается «Ойген», «Ойген Шмидт». русскоговорящий депутат Бундестага и в ленте новостей проскакивает, сделал запрос к правительству Германии, в том числе этот запрос подписали главы фракции «Альтернативы для Германии» в Бундестаге, где спрашивает правительство, вот вы запрещаете ввоз машин, а вы подумали, ну вот, на некоторые вопросы и дальше, ну так, я скажу, ловушку Шмидт расставил немецкому правительству, значит, один из вопросов, я сейчас интерпретирую, я не дословно, я интерпретирую, то есть, то, что там стоит, а вы посчитали, какой ущерб России вы нанесете вот этими ограничениями, ну, мол, что российские, на российских номерах вы не можете въезжать и транспортные средства будут заблокированы, конфискованы, вот какой ущерб вы посчитали, ну, примерно, вы ожидаете, какую сумму, ну, вот смотрите, если разговор идет о том, что Еврокомиссия из кожи вон лезет и очень хочет, чтобы у России была меньше прибыль, то мы о каких деньгах говорим? Ну, здесь понятно, здесь хотят просто... Он задает правительство, правительство обязано ответить, обязано, Евгений, обязано, и там дальше второй, там, третий вопрос, и, а вы думали о том, как Россия ответит? Вот это мой ответ сейчас вам, Евгений, вы говорите, как мы ответим? Вот он спрашивает правительство, вот вы ввели такой закон, а вот будет трехсотлетие празднования в Калининграде, трехсотлетие празднования, все же таки, Кант, это имя европейское, немецкое, культурно несущее, это так, помните, такое современное слово, культур трека, философии трека, значит, и вот будет празднование, и многие люди хотят приехать, и мы говорим сейчас о тех же людях, которые в пятницу слушали Макбет, и слушали Нетрепка, и стояла уродливая толпа с уродливыми плакатами, которые, знаете, есть некоторые неприличные жесты, которые нужно руками показывать, и там, как бы в микрофон обвиняли Нетрепка в воровстве украинских детей, логику, понимаете, и вот люди были, которые, ну, вот шли в театр, и подходили, пробовали с ними говорить, их оттаскивали, говорить не с кем, не о чем, пропагандисты Дотчевелли все это преподносят, 19-30, последний, там, быстро бегущий, вы, пропагандисты Дотчевелли, люди опаздывали на начало оперы, они убегали от тех, кому разрешили вот эту вот демонстрацию провести, и да, я был прав, абсолютно прав, организаторы этой демонстрации были те же самые, и вот здесь вот, уроды Евгений, еще раз, чтобы идентификация была, это те, которые подлавливали бабушек с внуками, которые шли на премьеру фильма черепашки в метро, и которые скандировали и кричали там «Смерть москалям». Это одни и те же люди, это одна и та же организация. И вот есть люди, которые скандировали какие-то гадости, показывали неприличные жесты. Ну, знаете, можно послать русским языком, можно жестом, в Европе жестами показывают, и я думаю, все понимают, о чем я сейчас говорю. И другая группа лиц вот была в театре, и вот эта группа лиц, это люди, которые специфические, действительно, те, кто ходит в оперу. Это и есть примерно те же люди, которые с удовольствием поедут в Калининград на празднование 300-летия Канта. И депутат Шмидт спрашивает, а вы вообще думаете, как русские могут ответить? Точно так же, зеркально могут ответить, тогда вы ограничиваете уже своих граждан. А также граждане Германии на немецких машинах находятся в России. А вы думали, что точно так же могут русские устроить? Вот вы подумали, что русские точно так же, и вы своим дурацким законам на самом деле, вы подумали, какой вы экономический ущерб можете нанести России? Вы же прикрываетесь только этим. Вы же говорите только об экономике. Вы же не говорите, что вы хотите русских унизить, вы говорите открытым текстом, мы хотим их поразить в правах. Нет, вы говорите, что вы хотите ограничить прибыль России. Поэтому вы ограничиваете въезд машин, импорт машин. Какой импорт? Человек на русских номерах ехал по Европе и возвращается назад в Москву. Он не продает. Если он ее продает, это его собственность личная. И он не должен платить на прибыль налог, если он заплатит в России. То регулирование налогообложения еще раз, тогда вперед. Атакуйте Сименс, Даймлер, Вольфсваген, которые вторично сейчас зарабатывают на России через серые потоки, схемные, сколько угодно. Как там такое происходит, все знают. И Евросоюз же говорит регулярно, у нас же спецкомиссия будет, спецрасследование, мы сейчас начнем искать, кто там, какие фермачи этим занимаются. Да не надо искать вам вторичную, третичную фирму. Вы реально к концернам обратитесь. Я могу ради интереса заказать сейчас, мне пришлют обратным, реверсным путем по схеме той же, которой ушло, именно то, что производится на территории Германии. Вы же обязываете непосредственно контролировать эти вещи, например, в интернете. Вот ТикТок оштрафовали, почему? Потому что ТикТок обязан контролировать, как у них там в самих в сети все происходит. Вот пусть и Семен сам контролирует, и Даймлер. Но я не о логике, нет. Я о том, что они все время прикрываются этим. И дальше в этом запросе стоит, ну если вы подумали о том, сколько ущерб, то поделитесь с нами ожидаемый ущерб. Правительство Германии, расскажите депутатам, представителям Бундестага, какой вы ожидаете нанести экономический ущерб? И вот этот вопрос, а вы думали о том, что Россия может что-то сделать в ответ зеркально? А вы подумали о том, что немцы поедут в Калининград на празднование Канта, юбилея Канта, годовщина? А вы вообще думаете, что ущерб может быть и гражданам Германии нанесен, который находится сейчас на территории Российской Федерации? И такие есть. Есть те, кто большие специалисты, даже по-русски не говорят, и занимаются менеджментом, есть инженера, есть просто те, кто сыт Европой по горло и пробует как-то вжиться в нормальном мире. Для них нормальный мир это тот мир, в котором девочка может вырасти девочкой. И эти люди уезжают из Германии и ищут пути. И у меня обращений много, меня спрашивают, как вырваться из Германии, если точки в России, где можно начать учить русский язык сейчас, это же запрещены многие вещи, в том числе русский язык учить. Я вижу действительно в этом не борьбу, это не экономика, здесь не пахнет экономикой. Это такое, это, знаете, это не лицемерие, не какой-то недвойной стандарт, это конкретно, там попрали права человека. Можно ли с ними судиться? Можно, я считаю, можно, но я бы не хотел это делать в европейском суде по правам человека. Они же все видят, они могут сами инициировать любое расследование, но они же этого не делают. У них же комфортные зоны пребывания, тех, кто обвиняется в преступлениях во время Югославской войны, они же в отпуск из тюрьмы домой ездят. Я на полном серьезе говорю сейчас. Из тюрьмы отпустили домой нормально, потом опять в тюрьму. А к другим там врачей не пускали. Это все ГАГа, это все там европейские суды. Я считаю, что должен быть новый суд по правам человека, который я бы прикрепил к Бриксу. Честное слово. Я бы прикрепил к учредителям Брикса. Не так, чтобы это потом расплылось, а то понабегают там Литва, Латвия, Эстония, и три голоса будет так много. Там 20 стран присоединились. Из них смотрим кто в НАТО и понимаем, что в ООН на площадке присоединилось 19 стран НАТО. Ну там к какому-то флешмобу против России. И нам так 20 стран. Да нет, скажите открытым текстом, это страны НАТО. Столтенбергу. Моему любимому герою напоминаю, это супергерой. Он у меня доминирует прямо во всех супергероях. Есть же Бэтмен, человек, летающая мышь, есть Человек-паук и есть Столтенберг. Продавалась бы фигурка Столтенберга, я бы вам подарил в коллекцию. Я думаю, заказать можно. У меня нету коллекции, но у меня есть данные, по которым нужно поговорить. И Столтенберг решил, получить Германию, высказать сочувствие одновременно, призвать одновременно, в общем, все, что нужно. Цитата там тоже потрясающая. Столтенберг говорит, что власти ФРГ должны повысить расходы на оборону как минимум на 2%. Я так рад за Столтенберга и за Германию. Значит, вопрос к Столтенберу на засыпку. Ксподин Столтенберг, вы были главой правительства? Ответ. Да, был. господин Столтенберг, а вы знаете, как тяжело искать деньги на оборонку? Ответ Столтенберга да, знаю. Я просто сейчас передаю его слова. Он уже это сказал. Это он так и говорит. Он, Столтенберг, что я был главой правительства, я прекрасно понимаю, как это тяжело находить деньги. Но вот в холодную войну, когда у власти был Аденауэр или Вилли Брант, расходы на оборону в Германии составляли 3-4% ВВП. Западная Германия при Вилли Бранте и Бриконарте Аденауэре это символ Германии, который один открыл тогда новую историю демократии постнацистской Германии. Это был Аденауэр. Практически в каждом крупном городе Германии есть площадь имени Аденауэра. Вилли Брант это тот, кто открыл восточное направление, тот, кто встал на одно колено и потряс миллионы людей, просил от имени немцев прощения во время восточного визита в Польше на мемориале памяти погибшим во время для них Второй мировой войны для нас Великой Отечественной. И эти два имени, когда Столтенберг их берет в свой род, они действительно ассоциируются с очень такими сильными вещами в понимании любого интересующего политика и истории человека на территории Германии. Я хочу добавить маленькую такую, но очень изящную ложку исторической правды. И это будет дегуть в бочке меда. На территории Федеративной Республики Германии после войны была создана группа подполья. Офицеры вермахта, офицеры СС объединялись и их подпольная организация имела определенные цели. Так как внешняя оккупация продолжалась и внешняя оккупация в том числе заявила деноцификация, они должны были подпольно заниматься некоторыми вещами, например, сохранением собственной жизни или спрятаться от правосудия. И некоторые из них уже отбыли наказание, некоторые еще отбудут наказание, некоторые никогда не отбывали наказание. И вот бывшие офицеры вермахта, то есть фашистской Германии с офицерами нацистами из СС создали подпольную организацию. Эта подпольная организация насчитывала порядка 40 тысяч людей, готовых и умеющих владеть оружием. Полностью по Германии они объединились и сделали такой акцент, они в свои ряды стали принимать и агитировать людей, имеющих грузовики и автобусы. То есть, чтобы была логистика, если что, организоваться. целью этой подпольной организации было в любой момент начать боевые действия, и в том числе на вне границы ФРГ. То ли это будет ГДР, то ли их десантом могут взять и высадить во времена холодной войны прямо в Советском Союзе, то ли они понадобятся в Праге, они были готовы к этому. И это подполье существовало, и самое главное, оно же подполье, о нем никто в те времена не знал. Прошли годы, всплыли документы, и стало известно, существовала подпольная нацистская организация при Аденауре. Ну, как бы существовало на Тонной подполье, где-то логика включается. Это на территории ГДР не было нацистских подпольных организаций. А теперь вопрос, как вы думаете, неужели перед спецслужбами США, которые оккупировали Западную Германию, не надо слово бояться оккупировали, с точки зрения нахождения Советского Союза, это тоже был режим оккупации, на территории той же Германии, только уже социалистической. И могли ли спецслужбы Америки пропустить мимо создание подпольной организации в размере 40 тысяч нацистов? Нет, конечно. Но это не все. Правда заключается в том, что Конрад Аденаур знал о том, что существует нацистское подполье. И это правда всплыло. И вы знаете, да, ей уделили время на задних полосах газет и где-то в ночных новостях. То есть так торпедировать, что символ демократии, что Германия, которая была нацистская, например, получила нормальное человеческое лицо при Конраде Аденауре, и он является символом того, что Германия стала иной, рукопожатной, ненацистской, демократической, многопартийной, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Этот человек знал, что существует нацистское подполье и ничего с этим нацистским подпольем не делал. Его это устраивало. Вот такая моя ложка дегтя, господин Столтенберг, когда вы пробуете немцам рассказать, что во времена Аденаура выделяли 4% ВВП на оборону во время Холодной войны. Да, да, господин Столтенберг именно Аденауру выделял. И он прекрасно знал, что оружие, которое объединились особенно с теми, у кого была логистика в руках, чтобы очень быстро перейти к боевым действиям. Так что ваш пример, господин Столтенберг очень хороший. Он открывает реально ваше мышление. Я сам был главой правительства в течение многих лет и знаю, как трудно выделять большие денег на оборону. Но не сравнить Германию, которая кормит европейские страны как донор, еще и должна кормить Украину в данном случае сливать свое оружие. И на самом деле, я думаю, что немецкая оборонка давно уже выделяет больше 2% на ОВП. И кроме того, угроблен один из источников для подъема экономики Германии, это Северный поток, Северный поток 2. И может быть хорошо в данном случае, а то они уже все на оборонку, вон смотрите, как призывают эти супергерои, все на оборонку, все для защиты чего? Отечества. Я сейчас не ерничаю, между прочим, потому что когда в Германии говорят о патриотизме и об отечестве, сразу идет классификация, что это говорят ультраправые. Так что я очень серьезно предъявляю претензии Столтенбергу, который требует повышения обороны и в принципе Столтенберг как боится войны, но тогда господин Столберг обратитесь к Норвегии и Финляндии. Там количество военных российских сократилось, вон норвежцы говорят, генерал там норвежский, что на 80% сократилось присутствие военных на границе с Норвегией. Это значит никакой угрозы нет со стороны России. Что же вы занимаетесь ерундистикой, господин Столберг? А, на самом деле вы не занимаетесь ерундистикой, вы на самом деле готовитесь к войне. Это факт. И вот этих баранов согнать в стадо и заставить их все дружно платить процент из ВВП на оборону на самом деле это угроза. Это гонка. Это гонка вооружений. И технологически пока Запад отстает от России. У ракетных как минимум. Продолжим Еврозону, как и обещали у микрофона студии. Евгений Яковлев, Владимир Сергеенко с нами. На связи. Здравствуйте еще раз, дорогие радиостанцы. Здравствуйте, Евгений, еще раз. Спасибо за ликбез из Мордовии от Надежды. Подскажите, пожалуйста, источник, где можно прочитать про законы, которые принимались во время ориизации Германии. Наталья, очень просто. Пишите «Юденфрага». Это еврейский вопрос. И еврейский вопрос вас направят уже по ссылкам. Есть несколько источников, и я у себя в Телеграм-канале выложу ссылку. Если вы в компьютере смотрите, это будет на немецком языке, вы можете попробовать нажать на онлайн-переводчик, и у вас будет, ну, не на лучшем русском языке, но смысл будет понятен, при том, будет прям вот помесячно, вот какие законы, какие вводили. Их более двух тысяч, и иногда даже в этих законах читаешь, не понимаешь, о чем речь идет. Там есть более упрощенные объяснения. Я дам ссылку еще и на музей, который полностью этот процесс взял под контроль, где прописано таким простым языком, как происходила ариизация, и какие законы были в этот момент. Вот. Привет, Приднестровье на волнах Вести ФН, обрабатываем землю, сеем рапс. Прекрасно. Кюнин слушает, готовим дачу к земле. А что, немецкие дачи, они такие же, как наши, российские? Егор, вот пишет из Москвы, что Алина Лип не называла Дончану интерменшен. Егор, прочистите уши, пожалуйста. Я говорил о немецкой журналистке с ЦДФ. И я очень хочу, чтобы немецкая журналистка с ЦДФ как минимум ответила перед полицией разжигание ненависти. Пусть отчитывается, пусть оправдывается. Для этого нужно написать заявление в полицию по поводу разжигания ненависти и дать ссылку на ее интервью с Алиной Лип. Кстати, все эти называют ее внучкой Гиммлера. Серьезно ли это про сравнение? Кого, кого, кого? Алину Лип. Чего? Еще раз. В сети пишут, что внучка Гиммлера журналистка телеканала ЦДФ. Или это про сравнение? Так, не путаем, пожалуйста. Значит, журналистка канала ЦДФ это Анна Лоль. Алина Лип это наша, это немка, которая наша, которую я говорю, что она документалистка. В Германии против Алины Лип идет откровенная травля. Я просто могу объяснить, какая травля. Что-то краски селоземер, да, путаница. Да, да, оговорились. Да, похоже Анна Лоль, Алина Лип. Значит, Алина Лип это блогер, девушка, которая ведет, она не один месяц, не год уже ведет репортажи с Донбасса. У нее, знаете, как ее фильмы, они выводят очень сильно немцев. А травля, просто чтобы объяснить, какая травля. Ну, представьте себе, вам заблокировали банковский счет, вы не можете больше там оперативные счета оплатить. Ну, допустим, вас преследуют, обвиняют, что вы там занимаетесь в пропаганде, да, запустили машину репрессии. Понятно. Ну, то есть, логика в этом есть. Но это не подходит под статью травля еще. Травля, это когда на рассвете толпа полицейских приходит к ее матери, например, на территории Германии и говорит, у вас прячется господин Мюллер, мы бы хотели проверить, прячется он у вас или нет. Она в шоке, говорит, какой Мюллер, вы о чем? Я изменил фамилию, да, вы о чем? Они говорят, ну, вот мы знаем, что вы преступника прячете. Она говорит, вы о чем? Какой преступник? Мы должны войти в вашу квартиру. Если бы это было раз. Постоянно караулила полиция. Приезжали просто и, знаете, демонстрировали свое присутствие. То есть, маму Алины Ли потравили, вдумайтесь, запугивали. блокировали деньги, которые у нее есть на счету. То есть, репортажи, которые выходят, и фильм, который посвятили на ЦДФ. Вот есть проблема. Алина Лип, и я еще раз подчеркиваю, имеет свое мнение о чем-то. Ну, вот я имею тоже свое мнение, вы, Евгей, имеете свое мнение, но если я даю информацию документального жанра или информационного, какая разница, какое мое мнение? Я могу быть трижды упоротый марсианин, но если я при этом шлю картинки с Луны, прям открыто, вот сфотографировал, какая она есть, и не озвучиваю свое мнение, то смотрите на картинку с Луны. Вот это делает Алина. Она дает репортажи, реальные репортажи, что есть, что происходит, какие люди на Донбассе. То есть, она это делала еще до начала специальной военной операции. До начала. И ее уже тогда очень сильно начинали не любить. Уже тогда на нее началось это давление. И, конечно же, репортеры без границ забыли упомянуть, что на территории Германии репрессивные методы к тем, кто говорит громко, тем, кто говорит правду. Если Алина Лип не имела бы поддержки на территории Германии, было бы намного тяжелее. Вы знаете, там люди приходили в ее поддержку, в том числе и на демонстрации. Блогер блогером, допустим, но пробивать информационное поле, которое очень сильно цензурируется еще в старые времена, уполномоченный по правам человека Федеративной Республики Германии публично там заявляла о преступлениях на территории Донбасса, о камерах пыток и ссылалась на ООН, что вот на Донбассе вот существуют такие процессы. Я и написал тогда письмо, что в том же самом докладе ООН стоит примерно один к одному, что на территории подконтрольной Украины, конкретно там, где действует закон украинский, где вся ваша демократия, точно стоит точно так же. Количество пыток, подпольных тюрем, доказанных случаев, издевательств, убийств. Ни слова не сказала. Почему вы преподносите информацию так, что вот там нарушают права человека, а здесь, мол, типа это. Это конфликт. Конфликт так не решается. Почему вы недоговаривая врете? Ну, что дуете, Евгений, нам ответили? Да нет, конечно. Вот. Так что я понял, все запутались еще раз. Алина Лип наша, а вот не наша, я специально не называл фамилию журналистки в Германии, чтобы не путаться. И это журналистка из CDF, которая сказала Untermensch. Она произнесла это слух. И мне все равно, сорвалось, не сорвалось, пусть она дает объяснение. Еще раз, в телеграм-канале я дам у себя ссылки после программы, где можно посмотреть по поводу законов о реализации, как это происходило, чтобы можно было тут, ну, сравнить с тем, что сейчас происходит. Тот, кто сам будет искать, отталкивающийся момент это Judenfrage, лучше искать на немецком языке или еврейский вопрос. Вы найдете много информации. Ну, идемте дальше. Дорогие радиослушатели, дорогие друзья, я хочу рассказать о таком маленьком скандальчике, но начну из-за такта. Скандал прямо сейчас актуальный, но он срисован под копирку один к одному, как это уже было. Я помню, в старые добрые времена, 300 лет тому назад, можно было определенным людям позвонить в Киеве. И эти определенные люди, цена была завышенная, но они даже, например, в час ночи могли зайти в немецкое консульство и оттуда выйти и в вашем паспорте уже была виза в Германию. Это было при Йошке Фишере. Был такой министр иностранных дел, Йошка Фишер от партии Зеленых и при нем эта коррупционная схема работала просто идеально. Йошка Фишер оставил свой след в немецкой истории как определенный политик, который переворачивал машины. Ну, был такой мини-террорист. Потом сказали, что это было хулиганство, молодежные протесты. Встал в коалиции как министр иностранных дел то, что Бербок сегодня это та же самая партия, что Йошка Фишер. И вот при Йошке Фишере это был разгул коррупции в немецких посольствах. У Йошки Фишера была философия. Нужно всем раздавать визы. Пусть люди не доказывают, что у них есть деньги ехать за рубеж. Пусть студенты получают визы как-то автостопом, как-нибудь доберутся до Европы, увидят, какая красивая жизнь, вернутся и будут делать так, чтобы в их стране были улучшения, чтобы что-то изменилось. Они вырастут и они будут помнить хорошую Европу. Поэтому не надо доказывать. Ну, знаете как, пришел, позвольте, покажи, что у тебя есть деньги, иначе визу не получишь. И давайте всем студентам визы просто вообще без проблем. Вот 100 долларов есть, пусть они поезжают. Это звучало красиво, это была как философия какая-то. А что некрасиво было, это еще раз, это были телефон номеров, позвонил, тебе ночью открывают консульство. Ночью. Представляете, насколько коррупционные эти немцы были при Йошке Фишере. Ну, а также сотрудники ассимилированных фирм, которые занимались визами. Почему я вспомнил Йошку Фишера, который давным-давно уже не министр иностранных дел? А очень просто. Значит, представьте себе, что в пятницу Министерство иностранных дел Польши аннулирует все свои контракты со всеми сторонними компаниями, которые помогают и оформляют визы. Также уволили главу своего юридического отдела Якуба Осайду. Дальше идет не только очередная, там внеочередная проверка консульского департамента и всех консульств по всему миру Польши. Вот это размах, вот это я понимаю. Партия ПИС, право и справедливость, получила в преддверии своей предвыборной риторики такой жесткий удар сейчас коррупционный. Значит, заявление министра была попытка так как-то увильнуть сейчас министра иностранных дел Польши там увильнуть, сказать, что Сикорский там это еще в оппозиционные времена было, тогда все это начали мутить в 2014 году. Нет, это сейчас все работало. Я читаю их фамилии польские прям с удовольствием, замминистра иностранных дел, отвечающий за конские вопросы. Петр Вавжик был неожиданно уволен 31 августа, а сейчас все это сплыло и Вавжик исчез из списков кандидатов в депутаты от партии ПИС. А теперь рассказываю, что происходило и почему я вспомнил немцев. Тут без всякой философии все очень просто. Дорогие друзья, миграционные вопросы Польша очень щепетильно обходят. В Европе Польша является очень громким рупором антибрюссельской политики. Антибрюссельская политика связана с миграцией. Польша является громким рупором, который обвиняла Беларусь в гибридной войне, что белорусы открыто ведут войну против Евросоюза, и поляки защищают от белорусов единственные и очень сплоченно, сильно от гибридного нападения со стороны Беларуси. Это связано с мигрантами. Поляки вводят дополнительные войска, вводят определенный коридор вдоль всего соприкосновения, вдоль всей границы с Беларусью и запрещают в этом коридоре запрещают появляться журналистам, правозащитникам и медицинским сотрудникам. В принципе, ноль информации, что там на самом деле происходит. Борьба с мигрантами. То есть, поляки прекрасно понимают, какую трагедию и что могут принести мигранты с собой. В своей риторике, вот этой, ой, мы спасаем от войны, Польша продемонстрировала, как она относится к миграционным вопросам. И я понимаю, что некоторые миграционные вопросы находятся в системе МВД, Министерства внутренних дел, а некоторые миграционные вопросы находятся в системе МИД, Министерство иностранных дел, которое контролирует, дает визы на въезд, на оседлость, уже право оседлости во время въезда. И вот Польша с этим глубоким осмыслением, что миграция, особенно бесконтрольная миграция, это большая проблема. Это просто огромная проблема. И теперь смотрите, какая подлость. Представьте себе граждан Индии, которые говорят, что они съемочная группа Болливуда. Дальше они летят в Мексику. Но как они летят в Мексику? Они получают специфическую визу. И виза, вот это же глупо, как бы индусу дать визу в Мексику польскую. Нет, конечно. И это невозможно. Это Мексика будет давать визу. Но дело в том, что у Мексики существуют договоренности с Польшей. И если у вас есть оседлость Польши, например, вид на жительство, то вы в Мексику въезжаете, показываете, нормально, все, въехали. Теперь услуга стоит 5000 евро за польскую визу. И человек из Индии платит деньги, получает вид на жительство как бы в Польше. Теперь он садится в самолет и спокойно поезжает в Мексику. А дальше он уже там перебегает в США. Итого только что всплыло, что Польша по всей планете выдавала визы, на основании которых вела гибридную войну. Ну, если они называют гибридная война, то, что Беларусь разрешала официально давала визы, и кто-то приезжал, и потом нелегально пересекал границу. Нелегально. Это факт. То есть в Беларусь люди попали легально на основании белорусского разрешения. Это нормально. У тебя есть разрешение. Ты приехал в страну. И за тобой никто не должен бегать и ходить. Если ты вдруг решил перебежать границу, ты совершаешь противоправное действие с двух сторон. Эта проблема становится уже другого плана. Но ты же в стране официально, то то, что делали поляки, это неофициально. Это за деньги. Это коррупция. По всему миру вдумайтесь. И я считаю, что это действительно вот это и есть гибридная война. эдакий подлячок коррупционный. И не рассказывайте мне сказки, что если проверку устроили по всем консульским отделам, со всеми внешними фирмами, которые занимаются, расстроили контракты, что об этом никто не знал. Вы можете представить, какой размах имело это дело? Семь фигурантов получили обвинение, трое находятся под арестом. То есть газета Выборчек говорит о том, что схема работала. И сейчас расследование идет по этой схеме. всех, кто не входил в ЕС, платили до 5000 евро. И многократные визы были даны в основном индийцам. А дальше Мексика, а дальше США. И так Болливуд рулит. Правда, мне смешно. конечно же Польша в контексте например украинцев легализовала их пребывание. До этого же вопрос был нелегальных украинцев на территории Польши. Выгоден экономике Польши. Но это действительно люди, которые не имели отчисления в социальной системе Польши. Работали гастарбайтерами, работали с сезонными рабочими на пониженных зарплатах. Вот вам пожалуйста экономическое могущество. И Евросоюз смолчал, толерировал. Тему все забыли. Кто же ее будет теперь обсуждать? Какая разница, что там миллион нелегалов было. Они все на грядках корчились. Теперь все официально, все легально, потому что они беженцы из Украины. Нормально. Но как можно объяснить? Я не верю, что не знали об этой схеме в МИДе Польши. Не верю просто, потому что это количество зашкаливающее. Уже больно скандал. И если поляки прекрасно понимают, что такое угроза культурной идентичности, если поляки говорят о безопасности нации, если поляки очень боятся, что мусульманы представители других культур, других культур, но в основном разговор, кстати, был о мусульманах, это угроза их культурной идентичности и безопасности нации, то разговор о том, зачем же они взяли и атаковали гибридно, например, Мексику или даже Соединенные Штаты Америки. Это, конечно, круто. Я считаю, что скандал серьезный, скандал может повлиять на предвыборную, думаю, нет, вообще нет, его затушат, поскользнулся, не спасут, даже могут посадить кого-то, и, знаете, так, незначительные правонарушения, все это будет видно о том, как, ну, подумаешь, взяли под контроль, больше нет проблем с нелегальными мигрантами. А я расскажу, в чем проблема, у меня, вот, есть анонс что еврозона идет, а прямо перед этим анонсом в телеграм-канале у меня есть видео из Германии, зайдите, посмотрите, телеграм-канал Сергенко Владимир, зайдите, посмотрите, там праздники ритеи в Германии, и, в принципе, праздники ритеи закончились тем, что ритеицы с ритеицами устроили драку, драка такая серьезная, пострадало 10 полицейских. Ну, ритеи и ритеицы просто не идут с ушибами в медпункт, поэтому неизвестно, сколько их там пострадало, они идут в медпункт, потому что сразу будет фиксация, что они принимали участие в беспорядках. Значит, праздники ритеи, в Германии уже было, при том, это не первый раз происходит, и всем известно, чем это заканчивается. И мне важен этот момент, с другой точки зрения, он имеет отношение к первому часу, к тому, что я рассказывал, как демонстрация, которой дали там половину проезжей части в Берлине официально разрешили выразить свои протестные чувства по отношению к тому, что нетрепка это культура, и нетрепка исполнительница Макбек, она вот несет что-то очень опасное. Ну, и там обвинение нетрепка. И вот какая связь между этим и другим происшествием? Очень просто. Смотрите. Праздники ритерии в Германии происходят в разных городах. Это примерно так. Познакомьтесь с ритерией. Вот это наша кухня. Вот это наши ручные коврики, которые мы плетем. Вот так у нас тарелки выглядят. Вот так у нас ложки. Между прочим, такие праздники в посольствах часто происходят. И культурные фесты на улицах, когда кто-то объявляет, есть большие, огромные фестивали культур, где примерно все в таком духе. Ну, и ритерия имеет свой такой принцип. В некоторых местах находит возможность и устраивает праздник культуры. Другие ритерийцы считают, что это недопустимо, потому что в ритерии те, кто поддержит правительство, они, значит, поддерживают диктатуру, а мы вот беженцы оттуда. И как вы можете поддерживать диктатуру? Показывайте человеческое лицо ритерии. Вы же поддерживаете. И теперь со стороны выглядит это примерно так. На территории Германии одни чернокожие пробуют угощать белых людей и рассказать о себе. Я слово чернокожие не просто так употребляю сейчас. И другие чернокожим это не нравится. И они начинают как-то протестовать. Вы думаете, это мирно происходит? Булыжники разбирают улицы, начинают закидывать, то есть там бутылка с пимом, если полетела, это ерунда, это нормально. В принципе, мактейли колтва. И на улице эти чернокожие друг с другом начинают устраивать расправу и гонки друг за другом. То есть они как-то отличают друг друга. Они знают друг друга. И это непосредственно идет охота. Дальше догоняют и сбивают ногами по голове на улице. Прямо где поймали, там и бьют. Дальше кто-то убегает, толпа бежит. А там оказалась толпа этих. Где наши, где не наши, не поймешь. Начинают этих бить. Народ делает вид, что ничего не будет. Полиция не понимает, что происходит. То есть непосредственно вместе. Так это демонстрация культуры. Это же культурный праздник. Показывает, вот так мы живем. Евгений! 10 баллов зачет. Зачет. Вот так мы и живем. И в принципе получается, что полиция должна как-то развести, а эти прям играют в казаки-разбойники друг с другом. И обалдевшие немцы смотрят, как чернокожие на улице мутусят друг друга. Вот реально такие избиения, ну расправа. Прямо суд линча на улице происходит. И вы знаете, тишина потом. Ну понятно, против кого-то возбудят уголовное дело. Полиция попала под раздачу. 10 раненых. Ну еще раз, видео у меня в телеграм-канале, посмотрите. Там отрывочек, как это выглядит со стороны. И почему я вспомнил Нитрепко? А ведь дело в том, что вот эта группа чернокожих, которая белая за чернокожих, а теперь давайте поговорим о группе белокожих, которая белая с другими белокожими на территории по политическому признакам у Федеративной Республики Германии. по политическому признаку. У женщины ресторан, в окне стоит матрешка, разбивает стекло, приходят углюмые мужики, сидят на нее, смотрят и так. Ну что, ты еще здесь не свалила? Это угроза, это травля. А полиция говорит, когда вы увидите, что они достанут канистры с бензином, вот тогда только звоните. Когда убьют, тогда приходите. Очень знакомый метод, очень знакомый. Прервемся. Вот первая была по поводу Пашиняна, вторая заготовка. Дело в том, что в Брюсселе, в официальном Брюсселе рассказали о том, как Турция с 87-го года, с 1987-го года, все вступает и все вступает в Евросоюз. Вот вступает и вступает. И в принципе, в принципе, вот вдумайтесь, это цитата. Европейский Союз стремится разорвать отношения с Турцией. В случае, если ЕС сделает соответствующие шаги, мы приведем свою оценку этих событий и после этого можем пойти с ЕС разными путями. «Если это будет необходимо», сказал Эрдоган. Значит, Европарламент принял 13 сентября резолюцию, посвященную отчету Еврокомиссии об отношениях Евросоюза и Турции. Еще раз. Отчет Еврокомиссии, Европарламент принимает резолюцию. «Отсутствие серьезных изменений курса турецким правительством в процессе вступления Турции в ЕС не может быть вознагрирован при текущих обстоятельствах». Перевожу на русский нормальный язык. «Турция, ты обязана присоединиться к программе защиты ЛГБТ-плюс на своей территории, в которой мусульманские традиции существуют. «Турция, ты обязана ввести санкции против России, перестать торговать с Россией и заниматься охраной или мечтой южных потоков и создания газового хаба. ты обязан это прекратить. И мы тогда подумаем, можешь ли ты Турция вступить в Евросоюз. Вау, говорю я вам. Давайте поставим наоборот все. Существуют условия, которые можно с такими же надеждами на выполнение поставить Евросоюзу. Евросоюз. Если ты завтра приземлишься на Луну и высадишь там десант в размере 10 участников ЛГБТ+, лесбиянок и геев, то мы тебя принимаем в Всемирную Галактическую Ассоциацию Марсиан. Как вам? Ну это то же самое. Это даже не оксимарон никакой. Это реал политиков, в которой абсолютно прав Эрдоган. Но если вы так, то вы знаете что? Мне есть куда смотреть. Я могу сказать, куда Эрдоган смотрит. Вы что думаете? Он смотрит на Украину? Нет, он пробует действительно некоторые вещи сделать и делает так, как это свойственно Эрдогану, опытному игроку в политическом поле. Эрдоган смотрит в сторону Брикс. Эрдоган смотрит в сторону поставок определенных видов вооружений из России по одной причине, потому что американцы не дают и такие условия навязали, что мам не горюй. Эрдоган смотрит на своих турок, которых, если честно, у него очень много сподвижников и тех, кто ему симпатизирует крупнейший город после Стамбула, где больше всего живут турок, где правильно, это Берлин. Второй по населению город, где больше всего живут турок. А вообще, по-моему, Эрдоган наиболее самостоятельная фигура, которая не стремится во что бы то ни стало, в какой-нибудь союз. В структуре НАТО. В структуре НАТО. Нужно еще добавлять. Абсолютно правильно, Евгений. Да? И дальше Европарламент говорит, внимание, цитата, я конец цитаты вначале дам. Подорвать демократические свободы в странах членов ЕС хочет Эрдоган. Как вы думаете, Евгений, дорогие радиослушатели, чем подрывает демократические свободы в странах членов ЕС Эрдоган? Что он такого делает, что это подрывает свободы, именно свободы, демократические свободы в странах ЕС? Для меня демократия, это когда ты хочешь мороженое с вишней, а я вообще не хочу мороженое. Я хочу кофе. Я реально хочу сейчас кофе. И если ты хочешь мороженое, твое право. Но я же могу хотеть кофе. А ты мне говоришь, нет, съешь мороженое. Я говорю, ну я не хочу, это мое право. И ты мне в ответ, ты подрываешь демократические свободы. Особенно стран ЕС. Разговор идет, конечно же, о вступлении Швеции в НАТО. И Европарламент считает, что то, что Турция блокирует это вступление, не желает одобрить вступление Швеции в НАТО. И это там, где Коран поджигают, сознательно. И защищают этих поджигателей Корана. Вот вы, Евгений, говорите, что там женщина полиция оттаскивает от тех, кто приклеивается. У меня в Телеграм-канале есть видео, где оттаскивают женщину, которая хотела помешать сжиганию Корана. То есть полиция охраняет процесс сжигания Корана. И вот это вот подорвать демократические свободы, Эрдогану в вину ставят. Ну я думаю, действительно. Минута. Я думаю, что действительно Турция пойдет другим путем. И если Европарламент очень настаивает на этом, то мне кажется, вопрос уже решен. Всем понятно, что Турции в Евросоюзе не будет в ближайшее время. Это точно.